Парламентская газета «Голос Украины» опубликовала закон о возвращении Конституции 2004 года. Воскресный номер газеты с этой публикации продемонстрировал один из депутатов прямо на Майдане, со словами, что уже сегодня закон вступит в силу. Впрочем, на сайте издания этого текста пока еще не появилось, зато вступило в силу прямо в момент подписания постановление о самоустранении президента. Напомню, в парламенте заявили, что Виктор Янукович согласился самостоятельно подать в отставку, но позже президент опроверг эту информацию и назвал происходящее на Украине госпереворота. Тем временем освобожденная Юлия Тимошенко, выступая на Майдане, заявила, что четвертый президент Украины должен предстать перед Народным судом. В последних событиях на Украине Александр Лукьянов. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сразу после освобождения заявила журналистам, что пойдет на досрочные президентские выборы. Верховная Рада назначила их на 25 мая. Освобождение ее стало возможным благодаря решению того же украинского парламента, который принял закон прямого действия, декриминализирующий статью Уголовного кодекса, по которой была осуждена Тимошенко. Как известно, Печерский районный суд Киева признал экс-премьера Украины виновной в превышении полномочий при подписании газовых контрактов и приговорил к 7 годам лишения свободы. Решение было принято в октябре 2011 года. Она была арестована в зале суда и отправлена в Качановскую колонию в Харькове. В апреле 2012 года в связи с ухудшением здоровья Тимошенко перевели для лечения в больницу номер 5, того же Харькова. Освобождение бывшего премьера было одним из требований Евромайдана. И вот из Харькова она летит в Киев, чтобы выступить на площади перед многотысячной толпой. Я хочу сейчас вам сказать, что среди вас я буду гарантом прежде всего того, что вас никто не изменит. Никто больше не пойдет тем путем, которым привыкли ходить политики. Вы знаете, что политика – это большой театр. Но я буду гарантом того, что вы будете знать, что происходит за кулисами. Потому что театр – это неправда. Ее выступления часто прерывают крики о помощи. Кто-то в толпе потерял сознание, и к пострадавшему не могут подойти люди с носилками. Сама Тимошенко выступает, сидя в кресле. Выглядит уставшей. Экс-премьер заявила, что все виновные в гибели людей на Украине должны понести наказание. Она также высказала уверенность, что в ближайшее время Украина станет членом Евросоюза. В субботу Верховная Рада Украины приняла постановление от самоустранения президента Виктора Януковича от исполнения конституционных обязанностей. Текст документа зачитал новый председатель парламента Александр Турчинов. И как раз во время объявления этой новости зрители телеканала «Интер» в прямом эфире увидели, как телекомпания была эвакуирована. Всех сотрудников попросили выйти на улицу. Правоохранительные активисты договорились вместе с подпором. Кто-то покинет здание. Все, все. Мы должны перерывать трансляцию. Кто-то покинет здание. Александр Турчинов сообщил журналистам, что Виктор Янукович пытался покинуть Украину и вылететь из Донецка. Однако борт не выпустили пограничники. Это правда противоречит заявлениям самого президента, который в субботу говорил, что не намерен уходить в отставку и сделает все, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. В своем телеобращении он назвал последние события в стране попыткой государственного переворота и отметил, что будет призывать международное сообщество остановить действия радикалов. Александр Ухьянов, Вести.